Добрый день! Хотелось поделиться интересной мыслью. В трактате «Бароход» страница 28-29 мы изучили очень интересную идею. Вернее, она как бы сама собой вычленилась. Сейчас как-то вдруг стало очень заметно. Что за идея? Талмуд здесь задает такой вопрос. Молитва 18 благословений. Откуда она? Почему именно 18? И Геморрак говорит, что 29-й псалом, старайтесь, страница тоже 29-я, 29-й псалом Таилим, в нем есть 18 упоминаний имени Всевышнего. А что такое 29-й псалом Таилим? Это псалом, который говорит о том, что молитва Давида смогла остановить все катаклизмы, которые надвигались на землю Израиля со всех сторон. то есть и наводнения, и пожары, и ветры, землетрясения, то есть все виды каких-то природных катаклизм, их останавливала, могла остановить молитва. И царь Давид говорит, благословляйте Всевышнего, который может остановить, его голос на самом деле, он идет, и он делает все эти катаклизмы. То есть он, с одной стороны, утверждает, что Всевышний, он хозяин, то есть он стоит за всеми силами, которые действуют в этом мире. Тут нет стихийных катаклизм, нет случайных событий, нет силы ветра, нет силы воды, нет силы огня, нет силы землетрясения. Все это, на самом деле, подчиняется одному Всевышнему. 18 раз он напоминает им Всевышнего в этом псалме. Так говорит Мальбим. В смысле, не морага говорит, что 18. Мальбим объясняет вот эту вот идею о сопротивлении природных катаклизмов, катаклизмов молитвой Давида, и поэтому наши мудрецы оттуда это учат. Интересно, да? Интересно, что есть 18 позвонков в позвоночнике. И есть Аллаха, что все позвонки должны показаться, быть видны, когда человек наклоняется во время молитвы Амейда. То есть молитва Амейда, она называется стояние. Позвоночник – это тот орган нашего тела, то есть та кость, которая позволяет нам, в принципе, стоять, двигаться, стоять. То есть все движение, на самом деле, все опора наша, на которую мы опираемся, это наш позвоночник. Так вот Амейда, молитва – это тоже наша опора. То есть мы опираемся на эту молитву Амейда. То есть наш позвоночник в духовном плане – это Амейда. Вот эта вот идея, которая, мне кажется, здесь очень явно просматривается из этой геморры, из этого отрывка Талмуда. И очень интересно, можно, соответственно, продолжение. Постановили, кроме 18 благословений, постановили 19 благословения против вероотступников. Геморгий раз задает вопрос, а кто, Рабан Гамлет говорит, а кто может его установить? То есть если это до такой степени, объясняет Раби Йосеф Хайм из Багдада, если это до такой степени часть мироздания, то есть 18 – жизнь, да, Хай – это позвонки, как ты можешь добавить туда еще одну какую-то деталь? Если это 18 упоминаний имени Всевышнего в 29-м псалме, нельзя добавить. И тогда геморгий говорит, что нет, там есть одно упоминание имени Всевышнего, не четырехбуквенного, а имени Бог, да, двухбуквенного, Альф Ламит. И есть маленький позвонок, который у нас тоже существует, который, в принципе, существует, не существует, он существует, маленький позвоночник, маленькая косточка. То есть и Раби Йосеф Хайм добавляет, что если эта молитва, она на самом деле является такой квинтэссенцией, таким позвоночником нашего служения, она делает такие великие исправления, и она действует как духовный столб, да, как можно в ней что-то менять, или должен быть, по крайней мере, человек, который понимает, как можно добавить к этому сложному каркасу духовному еще какой-то этаж, да. И этим человеком, наверное, говорит, был Шмуэля Коттон, который смог это сделать, который сделал из 18 благословений, 19 на века. Вот. То есть это идея, что наша молитва, которой мы три раза молимся, утром в Минху и вечером, она на самом деле наш позвоночник, то есть она нам позволяет стоять, двигаться, да, без него мы как без опоры, как без позвоночника. Спасибо.